Добрый день. Меня зовут Ислан Савченко. Я разрабатываю на скале последние несколько лет. И о чем я хочу рассказать, это о том, как скала разрабатывается для разработки в большом, почему скала – это скала и что мы видим здесь такого специфического, чего не бывает в питоне. Одна маленькая деталь. Вообще-то я рассчитывал, что сначала кто-то рассказывает про совсем базовые вещи, поэтому мне придется рассказывать про всерословное, да? Поэтому давайте так, я начну с того, что я читал, но если возник вопрос, то меня можно останавливать, задавать. И если мы на самом деле почитаем не то, что я хотел сказать, а введение – это тоже будет неплохо, это тоже, можно считать, будет довольно интересно. Ну, потому что, чего отличается, чтобы скала от других языков, тем, что там много интересного на самых разных уровнях, начиная с изучения. Итак, чем отличается программирование в большом от программирования просто? Первое – количество кодов. Его много. Его в основном много. То есть всякие системы отличаются. И нужно в этом коде не потеряться. Второе – условия – это области. И третье – это скорость обойдутся языков, в том смысле, не языков, а программный язык, в том смысле, что пока мы выпустили версию, нам нужно быть в плане и выпускать сверху версии буквально каждое поломесячное, и при этом работая с большим другом оборудованием. И мне кажется, что СРАО не приобрел большую популярность, просто потому, что он противополевые решатки. И потому, что мы воспитываем при этом немножко другой тип экономики. То есть если у нас в традиционной экономике… Я прошу прощения? Нет. Да. Если у нас в традиционной экономике главное – это сделать то самое, что мы имеем дело, когда сделать быстрее, дешевле, проще, может быть, да, то экономика – это сделать то, чего можно сделать, что находится на максимуме комбутерамической возможности. То есть сделать то, чего раньше сделала невозможным. Для этого вы получите новые качества. Ну, к примеру, скажем, вот мы, занимаясь рекламой, да, и мы можем продать рекламу одновременно на все 15 тех, которые есть в мире. Если вы увидели нашу рекламу на Facebook и на нее кликнули так, то вы не увидите ее в гугле. Ну, в пустой принес, да. И, соответственно, как с этим… И другая экономика, она обозначает другой подход к разработке, и другой подход к людям. Потому что если вы знакомы с Джавой миром, там есть кто-то с нас. Программисс Джо. Второй Программисс Джо – это человек, который ничего не знает, для которого любая конструкция очень сложная, да. И вот в Джавой нет перевозки пиратов, потому что Программисс Джо этого не поймет. Да. В Скалом мире Программисс Торчо не очень любит. Об этом, наверное, нам рассказали в следующий доклад. В Скалом мире, там как бы максимум такая. Если у нас есть проблема, нам нужно найти по возможности хороший, по возможности элегантный, вот путь его решения. Если что-то нужное, хорошее элегантно получается, то путь его не существует. Ну, как бы да. Если для того, чтобы эту проблему нужно что-то знать, ну, да, так раз, так василие. Соответственно, это порождает некоторую разность в подходе, некоторую разность в сложности, с одной стороны. А с другой стороны, мы увидим, что на самом деле сложные вещи лучше делать простыми, и на самом деле, с другой стороны, у Скалы довольно простой, в том плане, что она упрощает вещи. Итак, как мы боремся? Первое, это... Сейчас пытаюсь найти... Ага. Вот. С колесом кода мы боремся емкостью кода. То есть, очень... Любой код очень емкий, и... Ну, тут я не знаю об этом... Вот, расскажите мне, кто писал или видел Скалу. Ну, надо ли здесь показывать кусочек Скалокода? Или нет? Надо, да? Надо, да? Ну, тогда я приготовил кусочек, который... Сейчас покажу. Ну, к примеру... Ну, к примеру... Сейчас, секундочку... К примеру, мы покажем... Ну, вот, например, решение проблемы эллера, да? Вот. Что такое? Это... Ну, так выглядит... Очень часто... Скалокод, да? Вот. Это мы... Все функции... Все числа за двенадцать тысячи... Вот. Поверяем, что... На неделе с натрине... И на пять... И на семь... Скалокод, да? Вот. Вот. Это такой... Ну, видом, это... Глубина кода, она... Как бы уменьшается... Ну, как говорят, в фактор три или пять. Интересно с психологией... Оказывается, что... Количество ошибок... Вот, все городские кода, это плохо. Ну, нельзя считать действовать кода. Но есть одна константа... То есть три примера, которая не меняется. Это количество ошибок на тысячу шестьсот. То есть... В любом... Как бы... Индастриал коде... Вот. Есть порядка двенадцати ошибок на тысячу шестьсот. Вот. Это вот такое... Метрия, которая есть. И... Вот, если у нас... Кажется хода... Делать себе больше функциональности... То, значит, у нас... Вот... Есть двенадцать ошибок, да? Вот. И двенадцать дефектов. Ну, там... Не ошибки, а дефекты, да? Вот. На... Мелой... На большинской ситуациональности. Вот. Второе, как боремся, да? Сложность... Это... Сейчас приходимся обратно... Вот. А второе типизация... Это значит, если... Штутка-типизация надо рассказывать или нет? Нет, да? Если мы что сломали, то у нас... с программами мы смогли это оттемплировать и DSL то есть Domain Specific Language если мы хотим обеспечить санкции, то мы можем проектировать свой язык и писать его внутри Scala так, чтобы работать с ним и вот приходим к таким типичным паттерн который называется Type Class что это такое? это скорее у организации кода сейчас мы пусть у нас есть какое-то преобразование используя структуры классов A в B и нам нужно его описать я сделал минимальный пример требуется ли объяснять что есть написание? пожалуйста ну это Base Class это просто запись о классе в котором есть три аксессора а а то есть набор пар строках ну партия это участник это может быть человек у которого есть или параметра то есть если вы сталкивались с Java это очень похоже то есть это на самом деле здесь не поля функции аксессора и B это JS и вопрос как мы это спрограммировали? есть такой пообой то есть как мы бы сделали в викториативном языке или в Java да мы бы мы бы определили везде функцию и пронесли бы это сквозь все классы ну когда у нас эта вещь небольшая это можно сделать но проблема в том что мы трогаем чухой классы и загрязняем на самом деле вот так читать вот этот код значит труднее чем читать код который который был на будущем слайде правильно? вот так мы могли бы сделать по-другому да? мы могли бы написать функцию по-часову вот ну это тоже неправильно функция которая бы принимала по-другому в ход order или party да? и здесь бы вот почему хрест-классы да? потому что они могут быть ну смотрел бы что это такое так так как по-другому это будет вот и ну по-потову ничем не ну вот в данном классе у нас тут определяется ну стопчик да? в котором определена функция точистон вот сделать эту функциональность для нашего order вот и потом точно так же написать вот какие классы которые делают высокие функциональности вот сверхность объявл да? а потом записать вот так функцию d2 чисто и в котором нужно вызвать функцию для данного объекта да? вот посмотрите на индексы это означает что мы ищем неявный объект который определен что мы ищем есть ли у нас стоп неявный объект который если нет так мы расписываем соответственно если мы что-то забыли подставить написать эту функцию то она у нас неоткомпликируется а будет у нас разнесен по разным властам и по разным вещам и функциональности подпишем для развивания это отдельно от функциональности или там там смарт вот 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 и само название приплатно пришло из Haskell как не странно вот и так как в Haskell точно таким же образом делаются есть такая конструкция вот вот можно сделать еще проще да это называется class extension если у нас есть какой-то можно записать класс в кодове число вот это 2.9 нужно пользоваться функцией и можно просто определить 2.0 в классе которые имеют конструктором только объект и и опять если мы напишем 2.0 то компилятор найдет все параметры которые находятся в властей видимости есть и у которых есть функция 2.0 есть и возможно преобразование и преобразование здесь при этом компилятор в курсе институализации поэтому преобразование поэтому фактически класс не создастся во время исполнения таким образом мы можем добавить метод в класс после того как классы повелели и совсем то у нас что в 25 минут уже пошло а следующая часть крепость в упор в в и в в в в в в в в в Те, кто разбирался с джавой, знают о такой технике, когда у нас есть какой-то кусочек функциональности, и мы можем определить и мы хотим пользоваться, но при этом мы не хотим детализировать. Ну, к примеру, скажем, у нас есть какой-то... Что случилось? А, точно. А, у меня там есть... А, я понял, в чем дело. Так, это снова, знаете? Так, это снова, знаете? Так, я... Не сидя. Ну, ладно. Ну, можно, в принципе, посмотреть, да? Вот. Это просто пример копытокода. Вот, нам что интересно, да? Вот, в том, что... Эта штука, она называется self-frontation. Что такое trade? Все знают? Нет? Trade — это... Что такое? Java-интерфейс. Все знают? Да. Вот, trade — это Java-интерфейс, который можно писать, когда даст и нет. Очень хуже. Соответственно, кроме этого, им можно указывать... Указывать вот... О том, что мы являемся частью чего-то большего. О том, что... Вот, у нас есть trade — федеральность процессора, да? Вот. И вот эта штука, которая называется self-frontation, указывает о том, что федеральность процессора это должен быть всегда... ...классный... ...толкачет резиста провайдера. То есть он должен... ...выть там. Если мы где-то зададим... ...это преимущество процессора, да? Вот. Так это будет... ...толкачет резиста провайдера. Поэтому мы можем пользоваться... ...функциями определенными... ...элементами определенных струксов в... ...разисте провайдера. Вот. Отсюда. И... ...может представить себе, что... ...один trade — это какой-то кусок пирога, который образован несколькими трейдами. И... ...соответственно, здесь... ...дальнейшее развитие, да? Вот. Мы можем... ...переопределять... ...троекты и... ...мы можем... ...вот, скажем... ...пределить trade... ...процессор, да? Вот здесь у нас весь логер, то мы можем записать этот лог, вызвать метод в трейн, а в конце, когда мы конструируем сам толкачный сипровейдер из всех трейдов, мы можем менять, собственно, вот эти классы. То есть мы можем вместо мышцепроцесса поставить логи в мышцепроцессах во время конфигурации трейдов. Это является некоторым аналогом Spring Pattern и как бы тоже работает. Маконично. Так. Вот. И... Хорошо. Теперь вы не слышите, что мы быстро рассказывали? Хорошо. Так, ума. Единственное, что... Так, вот туда... Ай... Это такое? Вопрос. Мы сейчас бежим по основным вкусностям скалы, правильно я понимаю? Да, не вкусности, а это скорее какое-то... Некоторые здесь вещи, они даже скорее контровести, чем... Можно тогда какое-то сравнение с Java, я не знаю. Мы вначале сказали, что бежимся для людей, которые со скалой не работали. То есть мы увидели Nokia Dependence Injection, Nokia мы просчитали, не знаю, делятся на 3, делятся на 5, Nokia синтез. На питоне это тоже по-другому срочу делается. Какие-то основные плюсы или минусы? Ну там много будет. Лучше процессы. Ну понимаешь. Чем скала от Java отличается? Да это очень много. Давайте закончим. Лучше процессы презентации вопросов. Справа внизу можно масштабить. Это, блин, такая тема... Да, не смысл. Ну, вообще непонятно. Ничего нового в Java нет, я не знаю. Нет, ну так, доклад же не посвящен Java vs Scala. Давайте, клавиан, абактемно-панактон. Ребят, ребят, отлич. Любой язык, он, как говорят, последний вариант. Кроме, пожалуй, квантовых языков. Вот. Это да. И ничего нового в Java вы сами не найдёте. Суть... Федя, я не услышал про них. Либо каких языков просто не услышал? Что? Каких языков просто заявлено? Ну, кроме квантовых языков, любая язык приведет, может быть, он посвящен. Квантовые языки, да. А что это за языки? Квантовые языки? Да. Они основаны на квантовых вычислениях. И это чистая теория, и какой язык, например, для них существует. Вы знаете? Да, есть один язык. Какой? Он так назывался? Кьюбик. А, ну понятно. То есть это просто математическое? Ну, это как бы то. Вот игровка такая. Вот. А... Все-таки, ну, у нас в реальной жизни есть все... Все... Реально есть все... И мы в этом работаем. Лично мне, как раз, работчику, на самом деле, со скалой работать проще, просто потому, что мы пишем больше основанности на 1 струк кода, и вот после того, как мы переводим это на скалу, то мы просто... То, когда пишем начало, просто спрашиваем. Вот у меня, мне нравится такая. Ну, потому что надо писать. Это, естественно, у нас есть 20 струк кода на... там, где в скале 3. Вот. То это все было очень... Очень медленно. То есть... И... Это как раз речь об экономике, да? То есть мы можем делать те вещи, которые никто не делал просто, потому что мы можем делать очень сложный алгоритм, который на скале написать было просто невозможно. Ой, на начале. Почему невозможно? А чего невозможно? Квалифитации не хватает? У меня не хватает оперативной памяти. Ну, как бы вот. Ну, то дальше лучше хаскиваться. Ну, хаскиваться. Не хаскиваться. Могу, да. Ну, не знаю, да. То есть... Ну, не знаю, да. То есть... Вот у меня вот есть как бы вот... Ну, это был один факт, да. О том, что я там занимался одной проблемой. Ну, не знаю, несколько лет, да. И вот, и я, действительно, у меня не хватало на скале, на скале, я его написал. То есть, по-моему, просто удобнее писать на скарте. А на скарте... А на скарте... А на скарте... Нет, так сам не это человек. А давайте... Давайте покинем. Да, ну, это будет очень круто. Да. Я как сам дживист, я знаю, как дживист реагирует. Один вопрос... Давайте рассмотрим. Да. Да, как бы, ну, кема, что сравнивается с жалой? Забудем жалой? Особо легко считается код чужой. Да. Мы и не... Ребят, 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 давайте, по-моему, слово доклачивают, а те отличия с жалой. Да, да. Насколько легко он начинается? То есть, есть проект, который поддерживается, да? То есть, опять же, посчитается, что люди, как вы все умные, да, и люди могут... И люди все трудовые вопросы, да, поэтому они пишут комментарии, поэтому они, ну, несколько какие-то прописывают дословно, вот. И... Ну, я буду сказать о том, что человек с диапократом, он где-то через полгода, ну, как бы, пишет... То есть, сначала, а потом, получается, да? А вот где-то вот через месяц-два начинает получать их удовольствие. Ну, вот. Он потрачивает полгода, а он, собственно, так и было, ты стал программистом. Нет, я не о том, как... Я не о том, насколько легко он начинает писать. Я о том, насколько... Здесь два человека, оба знают Скалу. Да. Насколько легко, а то, что сделал один, отдать на собой другому код. Эээ... Так же, как и в любом другом языке. Не, абсолютно нет. Почему? Я думаю, что я так. Есть 5 языков. Best Practice написал, если правильно, по соглашению написан код, передаёшь... А у тех, на сколько Best Practice написал, что... Что в Скалле более высокая правильная культура, и поэтому, да, то есть вот... То есть идёт меньше, поэтому... Да, да. Как-то так. Вот. Поэтому это немножко проще. Ну, опять же... Можно, естественно, изрубить проект, отдав его... Ну, кому-то, да? То есть... Вообще, вот... Одесский сейчас как раз... Он вёл такую штуку СИП-18, ну, где... Для того, чтобы использовать некоторые Твич-расклады, нужно проимпортировать некоторые специальные пакеты. Вот. И, таким образом, нужно написать код, не используя некоторые возможности, и это будет гармонтированное понятие. В Скалле... Внутренней Скалле, там, было, то есть, в прошлый раз, были очень большие дискуссии, но, в конце концов, сейчас так решили. Так, а дески имеют право... Так, а дески, да? Вот. И сейчас, например, чтобы использовать краечек антипета, то нужно проимпортировать специальную переменку. То есть... И... А, к чему это говорил? К тому, что он ввёл несколько типов ознобочиков. Есть тип ознобочиков, те, которые пишут в библиотеке, и те, которые пишут в прикладной код. Для них нужны немножко разные скиллы, и у них немножко разные уровни знаний. Это тоже есть. И в теории, да, вот можете представить, скалы ознобочиков, которые пишут в прикладной код. На практике, практически все мои знакомые, которые пришли на скалу, они становятся, как бы, в лаббере ознобочиков, то есть они, через это время, знают всё. ДСР. ДСР. Если мы найдём, то срок, то расскажем по ДСР. Если найдём, то... А, на следую. Ну, чтобы показать ДСР, давайте мы начнём опять с кодом из реального проекта. Вот это коды из проекта, которым мы сейчас занимаемся. Мы видим здесь, он стройтипризированный, и компилируется он в нечто вроде вот такой вызов функции. Как это делается? Те, кто в Бутлачавах, вспомнят Билдер Паттера. Это некоторая Билдер Паттера, доведенная до своего источника. Ну, к примеру, понятно, что это функция. Это наш оператор. Мы видим здесь три знака равенства вместо одного. Это пульта сад, предприниматель Паттера. И таким образом мы просто в объект V получаем выражение. Путок этого выражения применяем в SELECT. И в конечном веке мы всё это трансформируем в такой вызов коллекции. Для того, чтобы... И что ещё интересно, что этот код должен оставить типизированную пару LONG и STRING. Поэтому мы не можем ошибиться с SITRECIS. Обычно, когда мы работаем с QL, то очень часто неправильно назвал поле, назвал таблицу. А тут получается, что если мы изменили, например, объект, то у нас рефакторинг сделает и рефакторинг объекта, который является в базе данных. Или рефакторинг из всех запросов автоматически. Итак, для свойств... Это вот мы говорили в студии DSL. То есть такой DSL, в который сделан гвоздь скалы. Есть человек на DSL. Это DSL, который написан внешне, как внешняя программа, и скалы программы просто понимают DSL. Поэтому нужно почвить. Есть несколько вещей, которые просто облегчают написание внутренней DSL. Первое, то, что скалы с анонсинтаксис. Функция... Мы можем переводить литератор с любым именем. Функция может пригласить синдекса. Исная запись. Ну, вот XFREC это то самое, что X.F. И вызовы параметров по имени. Вызов по имени. Кто-нибудь знает? ЛОФ 68. Что? ЛОФ 68. Кто-нибудь знает? ЛОФ 68. Столько не живут. Да? Ну, понятно. Я, получается, вот, наверное, последний, да? Поэтому не умею пользоваться проектами. Так, сейчас. Секундочку. Там была ссылочка? Я хочу на неё назвать. Для этого мне нужно найти... Есть? Есть. Вот. Теперь точно есть. Вот. Здесь мы видим вызов функции. Да? Здесь простая передача параметров по значению. Как у всех несколько примеров, которые мы привыкли. Т.е. Т.е. Ну, тут... Получаем там стату, да? Именно, с которой мы её печатаем. Так? Вот. Ниже у нас идёт передача параметров по значению. Что это... Вот. Сеток здесь... Ой. По имени. Сеток здесь вот такой. Вот. Мы передаём... Вот здесь, когда мы передаём параметры по значению, да? Ой. По имени мы передаём не параметры, а мы передаём функцию, которая параметры вызывает каждый раз, ну, которая вызывает выражение каждый раз, когда мы так правильно обращаемся. Т.е. грубо говоря, мы английным блок-кодом можем передать как по имени, и, соответственно, можем делать свою параметру с конструкцией. Это вот тоже та вещь. Вот. И, к примеру, если мы запишем... Обычно я показываю это... Рассказано в уксах с включённым дебаггером, да? Вот. Если мы, скажем, вот в x, ну, передадим... Это параметры... Фудгресс-печатает, да? Вот. То при... Выходе... Вызове байвала x выполнится один раз. При вызове... Байнейм x выполнится эндглосказ. И так мы делаем, как бы, свои управляющие конструкции, свои циклы, и мы покажем, как в баке это используется. Ну и раз я уже начал рассказывать про управляющих параметров, да? Есть ещё третий режим. Да, причём по имени, если правильно назвать по функции. Потому что, на самом деле, вот этот режим придумали был 0,68. Вот. И это было такое, значит, Вьетнам для компиляторов. Все, в принципе, компиляторов пытались его реализовывать. Вот. И... Поэтому это была такая вот очень горячая тема. И, в конце концов, это реализовали и нашли его применение. Да. Да. То есть, ну, вот тут мы говорим lx, так? Это значит, что если мы придём от полос 0, так? То у нас... Мы никогда не обойдёмся к lx, и у нас x вообще не вычислится. Вот. А если он... Ну, будет он вычислится и вместится в переменную. Вот. Минута? А, я правда не успел рассказать. Извините. Вот. Сейчас я очень быстро расскажу ещё один пример, если найду нашёл. Вот. Ещё один пример, который... Нашли в комплекте. Вот. Вот тут есть, да? Вот. Как он сделан? Да? Вот. Академный принц-провозование. 50-класс. Который я показывал в самом начале. Вот, да? У него, видно, функция print. Так? Который я принимаю на подставку. Вот. И засовывает это в коллекцию, да? Вот. Basic, да? Вот. А функция, значит, VATRAN, она как бы вынимается из строки. Вот. Вот. То есть, это вот принц-провозование DSL, который написано. Это скалы. Это скалы. Вот. Это как бы абсолютно реальные слова. Давайте я покажу немножко другой скалокот. Что? Вот. Вот. Извините. То есть, вот. Вот. Этические вещи, вот. Вот. Вот такой. Вот. Control, да? Да. Вот. Это, вот как раз, слава богу, что тут будет рассказка про лизм. Вот. Поэтому я не буду рассказывать про реализм, но мы видим, что у нас есть actor, в котором есть ресивер, и это синдекс из функций. И у нас есть специальный DSL, сейчас я найду более характерный пример. Вот он, да? Что такое actor? Орланд ставит параллелизм. Если вы знаете, что в джаве параллелизм это просто сред, есть контексты и есть shared memory. Считается, что, опять же, если мы программируем large, у нас много, то shared memory немножко опасно, потому что очень легко ошибиться, алгоритмы, которые делают, они очень сложны. Ну и естественно, можно сразу же не использовать вообще ничего. с одной стороны. А с другой стороны, хорошо, но, как быть, с последовательностью. Вот в Ирландии есть такая проблема в том, что Ирланд машины при большой нагрузке они занимаются ферпированием. Ну то есть, у вас, ну и на его среде, 50 центов, правда, уходит время на то, что главная машина просто пересчитывает сообщение. Вот ответ, как бы, то, что если мы сделаем сообщение имутабельным, и это будет жить в одной вентальной машине, то у нас не будет тапирование, но в то время сохранится и... И есть вот такой пример DSL, да? Вот, become, да? У него вызывается, ему передается функция, да? Вот. Ну, которая там по hello отсылает обратно ответчик какое-то сообщение. Да? Вот. Вот. И... Организация... Как бы вот... Поток управления, да? Не видя вот такого управления линейного, да? А видя вот все шутки функции, которые взаимодействуют. И если у нас что-то плохое, то у нас... Просто актер убился, и включилась в новая копия. Как бы, да? Ээээ... Ну, тоже дает некоторый выэдерс. Вот. Но это тоже пример DSL. Есть. Все. Время. Вот. Я еще обещал показать как стран DSL. Вот. Я просто его покажу. Вот. Да. Вот. Тужая вещь. Мы тоже используем нечто подобное в работе. Это... То, что... Так, секундочку. Вот. Мы можем делать вот такие выражения. Мы можем писать вот такие язычки, на которые выражение будет выглядеть так, как вот эти вот... Как будто бы они были написаны человеком, которые могут принимать память, которые могут понимать суббор. Так очень хорошо, например, без тарифных планок. Вот. И... писать на... Стали специальные программы, которые понимают такие язычки. Вот. И... Их приглашают в какой-то вот такой вид. Ну, и обрабатывают. Вот. Вот. Это тоже очень полезная техника. И... Вот скажем, нами она использовалась, в первую очередь, для понимания. Когда у вас есть какая-то очень сложная предпринимательная область, и вы не знали, что с ней делать, да? Вот. И первое, что мы сделали, мы написали вот... Слово. DSL язык. Ну, DSL-DSL, да? Который, на самом деле, сейчас нам нужно уже вытянуть, да? Вот. Но он мог понять, о чем вообще идет речь. Вот. Вот. Ну, наверное, собственно, все. Я опять чуть-чуть попрощение за скомпленность хиньской части. Вот. Но надеюсь, что было нестучно. Большое спасибо. Большое спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Видишь, просто трениров. Линку на гитар. Встренив, даже с нашим человеком. Да. Окей. Спасибо. Тогда сейчас перерыв.